Еще в марте при поддержке почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова в клинике Международного гуманитарного университета был открыт центр по борьбе с коронавирусом. Борьба с инфекцией и ее последствиями продолжается. Администрация вуза переоборудовала одну из гостиниц города под стационарное ковидное отделение. Это 40 дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Это партнерская программа, которая позволила нам одну из гостиниц города переоборудовать стационар для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это стационар, который сегодня встречает всем необходимым требованиям по инфекционной безопасности пациентов. Каждый пациент у нас находится в отдельной палате. У каждого пациента своя палата, в которой есть все необходимое для лечения. Медикаменты, кислородные концентраторы, а также видеокамеры. Которые позволяют врачам всегда наблюдать за пациентами и их состоянием. В клинике также используют новое отечественное оборудование, которое в результате исследования измеряет 130 показателей организма человека за 6 минут. У нас 100% обеспечение медикаментами и мы проводим все необходимые лабораторные исследования. В том числе у нас есть оборудование, которое позволяет нам в режиме реального времени определять наиболее ключевые показатели для того, чтобы правильно назначить под лечением. Несмотря на то, что ковидное отделение открылось пару дней назад, пациенты уже есть. Вячеслав Полясный подчеркивает, стационар принимает больных различных возрастных групп и степени тяжести. В отличие от некоторых городских больниц, где людям в возрасте не всегда оставляют надежду на спасение. У нас в клинике находятся пациенты с разной степенью тяжести заболевания. Здесь присутствуют как общесоматические палаты, которые непосредственно имеют доступ к кислородной поддержке, так и палаты интенсивного наблюдения, в которой мы, собственно, сейчас находимся, которая оборудована по стандарту палаты интенсивной терапии, где возможно получить респираторную поддержку путем аппарата ИВЛ, неинвазивную поддержку. К нам поступают пациенты различных возрастных групп, различные степени тяжести. У нас находятся и как пожилые люди в возрасте старше 80 лет, так и более молодые. Находятся пациенты, у которых есть сопутствующая патология и как онкологическая, так и кардиологическая. Чтобы воспользоваться помощью врачей этого медучреждения, пациент должен заключить декларацию с семейным врачом этой клиники, после чего квалифицированную помощь получат все, кто в ней нуждается. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.